Продолжение следует... ...социальным отношением между еврейскими общинами и городским населением Речи Посполитой в XVI-XVII веке. В этом докладе мы поставили задачу рассмотреть, как понимались и соблюдались сереброзные границы в социальном городском пространстве Речи Посполитой в XVI-XVII веке. Эта проблема позволяет поставить вопрос о том, смягчала ли конфессиональная гетерогенность положения меньшинства и влияло ли разнообразие на взгляд доминирующего большинства на другого. В XVI веке конфессиональное разнообразие оценивалось некоторыми современниками как достоинство государства, которому, в отличие от Западной Европы, удалось избежать религиозных войн. Ну, тут приводят, конечно, слова арианского историка XVI-XVII века Анжели Лебенецкого, автора хроники, когда называется «Поленые тыхи». И он пишет, что соседним государствам за одну и два мнения воины великие велись, и колесо, стыдующиеся внутренними войнами, разрушались. Богатые дома и церкви, покои, великих семей и ложи их кровью наполнялись, многочисленным городам монастыри разорялись и свободы терялись. А у нас, что за разнообразие в это время богослужения наблюдалось, и ничего не опасаясь, можно сказать, что сотворение мира до сего дня в таком малом уголке мира, как Польша, нигде ничего похожего не видим, что у нас находим. Что в одном месте так много религий, римско-католических, греческих, армянских, еврейских, караимских, татарских и даже языческих, какие в нашем государстве есть. Но при этом этот взгляд нельзя назвать то, что сейчас называется мультикультурализм, поскольку наоборот он поставлен мультикультурализм. И любые какие-то отклонения, гибридные отношения жестко оценивались. Вот, допустим, отношение к тем людям, которых называют илубизантами, которые дискриминировали все умеренное ариянское сообщество, и это было достаточно нетерпимым у него. Любобыто отмечу, что подобный взгляд, возможно, был характерен для богатства патрицата. Здесь можно привести хронику Бартоломия Зиморовица, хронику уже в 3,5 века, то есть уже в совершенно любое время, но это не менее идея похожая. В своей хронике он описывает основание Львова, князя Львова в 13 веке. В русских убежищах татар в город пребывали разные народы, и для того, чтобы навести беспокойной толпе порядок, неоселев, разделил город на четыре части. В этом рассказе идея гармонии, порядка в поликонфессиональном городе связывается с регуляцией или представлением о том, чтобы население города не представляло из себя беспорядочной тьмы. И сам план города являлся всем вроде проекции общества и отражал внутреннюю иерархичную дифференциацию, неразвимым ребятам которым были принижены положения еврейской общины. Около панаря, около дома холоча, около порохового склада, самые неприятные места. В условиях конфессионализации, углубления религиозного самосознания и осознания религиозных отличий, все более часто на который становится любой мотив. Мотив благочестивой веры, которая угрожает нечестивой религии протестантов и ретиков и иудеев. Например, уже папский мунцы Луиджи Липоманов в 16 веке утверждал, что по успеху реформации не только костелы утратят десятину, которые уже по большей части утратили, но также землю, серебро, святые сосуды обратятся в конюшни, так как это уже сделал русский герцог Альберт. В 1670 году польский проповедник Яков Хази писал, или говорил в своей проповеди, что хляшеч католик больше заботится о благополучии протестантских общин, синагог и даже мечетей, чем католических храмов. К большему сердцу, пан католик возьмет за такие загадки синагоги, мечети, какие попало в сборище, чем за задрушенные протестантские дома, конюшни и амбары, превращенные в костелы. Он будет отвечать, что такие же похожие мотивы впадают и в православную полемическую литературу. В Вильненском синописе в 1660 году сообщается, что бывшая Минская церковь и причина мечеть в церкве Рудске и Вильне сделали корчемые кухни и аренды. Могила в Лифосе уточняет, что на месте Преображенской и Вильненской церкви находится не только корчемая, но и публичный дом. А в Минске на месте церкви Рождества татарская мечеть. В настоящем времени о тех же самых храмах пишет Никита Литовский в фундаментах в тексте 1683 года. Кстати говоря, не являются ли такие постоянные химилические, можно привести пример. Вот не знаю, по поводу истории публичного дома Вильненского, но есть жалоба, вернее, не жалоба, а ответ минских татар в 1603 году. То есть тогда же, когда был выпущен синописис вильненский, где они вильненские татары внесли в русские книги выписку из 1617 года. В ней указывается, что земля Минских православных церкви Воскресения, на котором построена мечеть, заменена татарами на другую землю. Вот, видимо, речь идет о том, что уняты отдали часть земли, которая принадлежала церкви, татарам. В литературе она достигла каких-то других мотивов, получила. Кстати говоря, что такая вот литература книжная, она осталась не только в литературе, но и попала в другую сферу. Например, в 1654 году вильненский протокол Максим Филимонов сообщал, то есть это уже эпоха Ахмельничная, что ныне же прекрасные храмы Господня, безбожных ляхов и литвы, или на лятские костелы, на униятское безбожье, или на юридические сборища, или на ковчебнице, кабаки и хлевины, немым скотом, к великому жалости людей русских превращены. Как известно, власть и церковь сочетали стремление сохранить евреев как свидетелей и желание полностью делить их от христианского сообщества. В качестве примеров маргинализации, дискриминации еврейского меньшинства можно привести правила, по которым им запрещали появляться на улицах во время пасхальной недели, торговать на рынке, в общественных местах, публично управлять свои религиозные символы, например, проводить праздничные похоронные процессии. С эпохи уже поздней отечественности, уже в раннем христианстве, церковные власти, не только церковные власти, стремились ограничить близкие социальные контакты, там, раздельные кварталы, запреты исчезания бани, наимка и стойки, обращения врачебной помощи, пользованные слугами нянеков, пушерок и так далее. В отличие от западно-пресских городов, евреи в речке смыгты жили, их жизнь не была ограничена специальными порталами. И в научной маккитатуре весьма осуществлено мнение о том, что существовавшие в Марии строгие правила, которые регулировали отношения между евреями и христианами, были скорее идеальными конструкциями и никогда не воплощались в жизнь. Идеальные прецеденты показывают отличную идеальную элит картину, где различные конфессии нарушали установленные границы, победу и любви, даже любовные отношения. Есть такая магната Тетер, она собрала свидетельство, как, допустим, мера о том, что сдачи под долог нет в детской синагоге. Места в синагоге покупались, и община брала кредит основных от церкви, и в качестве долога указывала места в синагоге. В случае неопыта кредита эти синагогенные места попадали бы в собственность церкви. Принуждение строить иезуитских храмов в Минске в результате не выключенного долга. И, например, о том, что еврейские переплетчики переплетали христианские книги. В 1631 году, такой был Хайм из Люблина, перед тем, как на него поступил жалобу, он уже успел переплести Восьмегласик, Месали, Салтырь. И в 1664 году у нас есть жалобы Клининского цеха переплетчиков, которые запрещали евреям переплетать христианские книги. Ну, эти жалобы имеют под собой видение не только религиозных, но и экономического основы. Да, поскольку жалобы поступали со стороны конкурентов, переплетчиков христианских. Как показывает Казмельчик, активные документы Краковского диоцеза, он работает с архивом Краковского диоцеза, практически не содержит судебных санкций за разрушение норм, касавшихся христианских и еврейских отношений. Но, тем не менее, этот взгляд, который противопоставлял идеал и практику, во многом опирается на произвольную тихотурию между массовой и народной культурой, элитой и простым населением. Тут можно привести работу Тома Шевистовича, который показал, что построение, скорее, является тоже таким неправильным. Он занимался процессами ведовства и показал, что шляхта, которая выступала в этих процессах в качестве обвинителей или свидетелей, и христиане, которые обвинялись в ведовстве, они пользовались темными самыми категориями мировоззенническими. И, по мнению исследователей, чтобы понять, как жило и какими принципами и контактами с иноверцами руководствовалось простое население, следует предпринимать дополнительные методологические усилия и децентрализовать имевшуюся в нашем распоряжении источники, которые прежде относятся к элите и составляются элитой. Отношения между соседями, которые принадлежали к разным религиозным группам, были весьма оживленными, и между ними отсутствовали, как мы сказали, терапевтические барьеры. Но, тем не менее, между ними были установлены некоторые символические религиозные границы. В том же самом Магнитетер принадлежит книга, уже не статья, а книга, где она показывает процессы о святокрасстве. То есть, в постреформационный период, в пострежданскую церковь, были такие церковные всякие предметы, которые воровали, и в том числе в этих воросток были замешаны и иудеи. И она показывает, как эти процессы использовала церковь, для того, чтобы показать связность христианских великлей, и еще больше дисциплинировать пасху в их почитании. С другой стороны, противопоставление церкви и государства, то, что она пишет, да, она противопоставляет церковь и государство в этом правовых аспектах, противопоставляет грех и преступления, светское, духовное, кажутся ее критикам сомнительными и анахроничными. Поэтому вообще, само представление о жидких границах, это понятие очень часто бывает условное и неопределенное, и не имеющее четких границ. Здесь может ввести то, что занимается Дэвид Ниромерк из истории Испании, где он показывает, что в 14 веке он нашел жалобу какого-то христианина на еврейскую общину, поскольку еврейская канализация загрязняла христианскую церковь богоматери в Русалоне. То есть, тут тоже такая проблема, где эти жидкие границы проходят. Не только в церковь, но и в этих других местах тоже. То, что в жидкие границы не стремились соблюдать, здесь некоторые еврейские источники, на котором постановление полной общины 1778 года. Во время их праздника после Шармота, который они называют Лайхнес, то есть это праздник тела Господня, жители домов Раби Нахтана, Раби Аарона Бейниша и другого дома на той улице, и все те, кто живет в зимних домах рядом с домом Мерзисти и дома их пустоты, да, в отопление, в церкви обычные, в юридических источниках, должны находиться внутри из-за событий в четверг того же дня, когда нечистое дело произошло и причинено серьезную опасность и так далее. Мы эту опасность держали благодаря именности Бога, и, тем не менее, мы должны превратить сумму денег, чтобы заткнуть рты подстрекателей и обвинителей. Ну и это постановление, также постановление, как и Синкарковская община, в 1596 году, о том, что нельзя ходить в город, то есть постановление города и еврейского квартала, да, штат и газ, по воскресенью и большим праздникам, это вот КАЦ, он называет эти правила, которые были заимствованы из церковных постановлений, да, но без ссылки на источник еврейских, таканод, да, в этих общинных постановлениях, он называет это внутренней организацией внешней силы. И вообще вот эта проблема, как еврейская община относилась с этим ревизом, границем, тоже является, прислывает отдельный интеллект, да, о том, как церковные предметы, или квадрицерковные предметы, как свечи, воск, вино, да, это все тоже является объектом запроса со стороны еврейских общин, и тоже нуждается, опять же, в том, что идет цивилизация, да, то есть отношение, вот как еврейская община, элита, смотрела на это предметы, как простое население, каким принципом они руководствовались. Говоря о рио-заграницах, здесь надо отменить и два момента. Первое всего, то, что это имело такой договорной характер, например, статус прислуги, который запрещалось иметь евреем, тем не менее, есть постановление поздинского епископа Чахтарийского, который разрешил нанимать прислугу старше 50 лет, или, например, разрешение Васлова-Сираковского нанимать прислугу, но чтобы эта прислугу себя прислугой не называла, да, то есть эта работа, она себя считала наемными работниками. То есть есть некоторый договорный характер, который тоже опирается на какие-то символические акты. И надо также отметить, то, что эти религиозные границы имели подвижный, динамический характер. Особенно динамический характер является во второй половине 17-18, когда еврейское население после разрешения, особенно в городе, во время войны, в середине 17-го века, в начале 18-го века, она в еврейское население занимает те места, где раньше не жили, да, особенно рынки, да, например, центральные. И вначале вот эта вот мобильность еврейского населения вызывает сопротивление со стороны христиан, да, вот мы рассматриваем, конфликты в Бресте и в Пинске в треплении 17-го века. И они, эти конфликты, имеют под собой также ярко выраженные ритуальные символические аспекты. В еврейском квартале на месте бывшей церкви униатское духовенство Бреста обвинило евреев в том, что они живут на месте бывшей церкви Демиана, да, и требовало, чтобы евреи ушли из этого квартала. И была проведена процессия, был установлен крест, и это все вылилось в некой беспорядке. Исходную символическую национальную форму также в это же время чуть раньше привел конфликт в Пинске. В 1663 году члены Пинского магистрата оставили в городском суде жалобу на евреев, которые после войны, да, то есть после 1660-го года произошел в Пинск погром со стороны казаков. Они снова вернулись в город, стали разбирать улицу, выкапывать клады, соответственно, когда евреи уходили, они прятали свое имущество под землю, да, в огородах. И во время работ якобы обнаружили христианские захоронения, тела христиан они выбросили наружу, да, первый еврейский пост фигурирует и в конфликте в Бресте, да, поскольку для христиан это было свидетельство существования церковного кладбища, вместе с этого квартала еврейского, а для евреев это свидетельство того, что это были еврейские кости, которые были захоронены во время морового поветрия. И разрушили городской вал и убрали еврейский крест, да, то есть тоже, опять же, это важный момент, что христиане маркируют свое присутствие вот этой помощью креста, который затем прорушается евреям. Ну, и, как известно, вот, горожане эту борьбу проиграли, в 18 век это время такого, самым, видимо, благоприятного положения евреев в этих вот в городах речи-косполитые. Но, при этом, и это такая вот социальная интеграция, она соседствует с ростом теперь же нетерпимости к евреям, особенно в 18 веке, да, таким-то образом это все уживается. И в той полной 18 век, когда городское население окрепило, укрепило свои позиции, она выступила с новыми требованиями вернуться, опять же, к дисциплинационным соглашениям, которые заключались время до 3648 года. То есть, евреи, опять же, жили в отдельных кварталах. но, уже недолго осталось до того, как эти трагиозные границы, которые так тщательно и туплезно устанавливались в католической церкви, в 6 век, они рухнули во время реформы, просвеченного абсолютизма и петитатской, которая, видимо, должна быть видеть уже другую картину. Спасибо большое. Спасибо. Уж есть ли вопросы? Или народ притомился? Ну, а нет, есть, конечно, среди народа есть Ольга Владислава. Нет, я просто знаю, что Андрей замечательно умеет связывать такую вот традицию книжно-историческую с этнографической. Вот в источниках есть что-то по поводу толкования Иру? Вообще упоминается? Иру? Да, и со стороны как христиане его воспринимают? Скажем, вот в вашем периоде. В моем периоде нет, а вот я знаю, есть такой Мартин Вадзинский, и он показывает, что проблема Ируб возникает в 19-ом веке. И вот у него есть статья, посвященная этому хаосистскому цадику из Калиша. И в 19-ом веке, когда как раз стали смотреть на этих евреев, он говорит о том, что Ируб никогда не вызывал беспокойства у христиан в Среднем веке, в Новое время, а при этом вызвал беспокойство именно в 19-ом веке вот в этой присвященной среде, старше это был, и он требовал, чтобы эта рука была как-то убрана. там, как раз беспокойство. Есть подъяснение в виде искусства Аксандра Архипова, которую она там снимала. Ой, вот это не надо. Это вот... Про еврейский телеграф. Да, про еврейский телеграф. Это правда. Нет, я знаю, что это одно свидетельство, просто из архива еврейской истории мы подарили ей цитату, но он умудрился ее перевод так вот перетолковать. Меня интересует, почему беспокойство раньше как бы не беспокоило эта граница, а потом они ее вдруг увидели. Потому что проволока и веревка стала восприниматься как средство передачи тайных сведений. До этого появляется переграфная полага, на речи веревок никого не трясет. Ну а раньше веревка, если мы возьмем так сказать в славянской народной традиции это очень подозрительный предмет. Любая натянутая веревка, если ты вот идешь и она где-то там натянута, идея обвязывания, опоясывания это просто, ну я не знаю, стопроцентно человек должен среагировать на это. Почему не реагировали в средние века, в 16-е веках и вдруг это вот... У меня у нас появился вообще и РУФ, это вообще РУФ ведь вещь... Нет, любая ограда, скажем так, любое перегороживание. Я попробую, когда появился и РУФ, то дело в том, что, например, вообще говоря, очень похоже, что РУФ вещь довольно поздняя, потому что куча общин РУФ не принимает и считает, что это такое ложное пославление типа Баловица. Скажем, Миснаги, Литваки, вот и Твазские общины, они были категорически против РУФ. РУФ более немедленно станет популярен в тех общинах, в которых управляют Хасили. Это стало с конца 18-го века. То есть, это вообще может быть новацией. Но если не веревка, а какая-то другая, или просто символическая преграда, невидимая, как бы и не было, да? они никак ее не материализовали. Похоже, что вот эта история конца 18-го века соответственно... Мне кажется, что как раз РУФ поднимается в счет средневековых общинных, немецких, вот такой есть, Эндрю Гау, он писал, о проблеме у него фраг протекался в 15-м веке. про восточную ногу, по-моему, что это не везет жанец и суда для этой вещи. Спасибо. Ну, я не могу не вспомнить, когда собирались вместе с Андреем и научным руководителем Михаила Девочевым и его вместе, то это приводило к обесконечной политике. Сейчас продолжается, потому что, о чем рассказывал Андрей, вот это должно было оптимизм определенный, внушать, потому что на этом же растленном западе и она какая-то сегрегация была, а на востоке у нас жили где хочешь, ничего такого, никаких летец нет. Но, увы, вот я, опять такой адвокат дьявола, да, я вспоминаю, что в те же времена патриарх Никон не позволил этим самым немцам сидеть где хочешь в Москве, согнавших в Слободу. Притечий был, а в результате чего Петровские реформы нет ни в чем тропа. Все равно, спасибо.